Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на портале exeget.ru, и сейчас мы с вами разберем мессианское пророчество в книге пророка Аввакума. Я сказал, что это мессианское пророчество. Да, его считают мессианским пророчеством, но это пророчество скорее о новозаветных отношениях с Богом. Давайте прочитаем этот отрывок, хотя перед тем, как его прочитать, давайте мы сначала немножечко предыстория. Тем более фраза из книги пророка наверняка нам, христианам, будет знакома, или даже точнее так скажу, православным христианам будет знакома. Пророк Аввакум жил во время, плохое время, хотя в Израиле редко бывало хорошее время. И вот он жил во времена нашествия иноплеменников, скорее всего это времена нашествия вавилонян, и он задает вопрос Богу, почему так происходит. И чтобы услышать этот ответ, он взбирается на башню, и находясь на этой башне, он рассказывает о том, как Господь ему открывается. И вот первый стих второй главы звучит так. «На стражу мою стал я, и стал на башню наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». На божественной страже Бога глаголевая Аввакум. Бог ему отвечает, отвечает на вопрос, сколько продлится вот это, вот эти несчастья, как это все будет. И в четвертом стихе звучит один из ответов Господа. «Вот душа надменная не успокоится, а праведней своей верой жив будет». Мы знаем, чем закончилось нашествие вавилонян. Евреи были уведены в плен, и находясь в плену, вот эти слова пророка могли их утешить. Как утешить? Кто такие надменные? Это вавилоняне. И они не успокоятся. Не успокоятся до какого времени? Пока не придут персы, и их не завоюют. А как евреям выжить в вавилонском плену, только сохраняя истинную веру? Вот этот ответ, который дает Бог пророку, и который можно прочитать, если читать этот отрывок буквально. Однако это место трижды упоминается в Новом Завете, что свидетельствует о ее важности. Два раза ее упоминает апостол Павел в послании к римлянам, в первой главе, в послании к галатам, в третьей главе, и также этот отрывок упоминается в послании к евреям. В послании к римлянам, и особенно в послании к галатам, этот отрывок используется в очень интересном контексте. Чтобы понять, о чем говорит апостол Павел, давайте перенесемся во времена Нового Завета и посмотрим, как все происходило. Значит, в день Пятидесятницы Господь послал Святого Духа, возникла церковь. Первые члены церкви – это иудеи. Как они жили? Они исполняли предписание Ветхого Завета, и плюс к этому они принимали крещение, совершали Евхаристию и верили во Христа как Господа, Бога, Мессию. То есть, они были одновременно иудеями, и христианами. Затем христианство совершает первый миссионерский прорыв, и оно обращается уже не только к иудеям, но к самарянам. Самаряне, с точки зрения иудеев, были страшными еретиками. Но все-таки они были иудеями, они исполняли закон, они исполняли многие обряды, которые исполняли иудеи. Но потом происходит второй миссионерский прорыв, когда христианство обращается к язычникам. Кстати, очень интересно, ну вот мы все знаем, кто апостол Иудеев, в общем, апостол Петр. Кто апостол язычников? Апостол Павел. Однако, если мы почитаем книгу Деяний, то первый, кто крестил язычника, был Петр. А как проповедовал апостол Павел? Первое, что он делал, приходя в любой город, он отправлялся сначала в синагогу и проповедовал среди иудеев. Такой интересный парадокс. Но вот начали крестить язычников. И стал вопрос, а как эти язычники должны были относиться к закону, вот к тому ветхозаветному закону, к ветхозаветным предписанием, там, обрезание, омовение, кашрут, чистая и нечистая пища, там, и много-много чего еще, кисточки на одежде. Вот что они должны были делать? И возникло два взгляда на этот вопрос. Первый взгляд это то, что если человек хочет исповедовать Христа, он должен сначала стать иудеем, принять обрезание, пройти все обряды, исполнять все предписания закона, а потом уже принять крещение и стать христианином. Второй взгляд говорил о том, что не надо принимать обрезание, достаточно принять крещение и жить по западям Христовым. И вот шли споры. Особенно ярко, можно сказать, это отразилось в галатийской церкви. Апостол Павел основал эту церковь, она была обычная, обычная церковь, то есть была из язычников, может быть, там были какие-то иудеи. Он пришел, проповедовал, люди обратились ко Христу, приняли крещение, возникла церковь, как во многих других городах. Но в эту церковь пришли проповедники вот этого первого взгляда, что нужно принимать иудаизм. И они начали проповедовать, и христиане в галатийской церкви заколебались, и начали принимать обрезание, начали сомневаться, начали исполнять закон. И апостол Павел пишет очень гневное послание, это, наверное, самое гневное его послание, где он очень жестко говорит, и есть даже мнение, что если все остальные послания апостол Павел диктовал, то это послание он писал аж своими руками, настолько для него это было важно. И вот что он доказывает? Он доказывает, что человек может получить благодать Божию, не исполняя закон, не исполняя предписание ветхозаветного закона. Он не просто это утверждает, он объясняет. Объясняет, почему так. И здесь, чтобы понять объяснение апостола Павла, нужно как бы разобраться со следующим. Апостол Павел в послании к галатам, да, впрочем, и в других посланиях, оперирует несколькими терминами. Первый термин – это закон или дела. Закон или дела. И апостол Павел достаточно четко проговаривает, что человек не спасается делами закона или вообще делами, или не спасается законом. Еще один термин, который он использует – это вера. Это вера. И апостол Павел постоянно подчеркивает, что человек спасается верой. И когда читаешь послание апостола Павла, а до этого ты, например, читал послание апостола Иакова, где говорится, что вера без дел мертва есть, и тут же Павел пишет, что человек оправдывается не делами, а верой, возникает некий такой диссонанс. А как же так? И вот здесь нужно понять следующее, что апостол Павел, когда говорит о делах или о законе, он имеет в виду конкретно что-то. Он имеет в виду иудаизм. Тот иудаизм, который существовал в его время. Когда он говорит про веру, он имеет в виду христианство. И если так попробовать заменить, то можно сказать так. Человек спасается не иудаизмом, человек спасается христианством. Но вернемся к этому отрывку. Праведник верой жив будет. Апостолу Павлу нужно доказать, что христианство спасает. Мы помним, что синонимом слова «христианство» у апостола Павла есть вера. Это понятно, кстати. Название христианства возникло в другом месте и немножко в другом контексте. Хорошо, давайте разберемся. Оппоненты апостола Павла говорили о том, что чтобы быть праведником, нужно исполнять закон. Нужно исполнять закон. Апостол Павел последовательно разбирает, и он говорит, что смотрите, есть пример Авраама, самого великого праведника. И в книге Бытия сказано, что Авраам поверил Господу, это изменилось ему в праведность. И апостол Павел задает вопрос, а когда Авраам стал праведником, назван был праведником, до обрезания или после обрезания? Ответ, конечно, до обрезания. И он говорит о том, что можно быть праведником, не принимая обрезания, как Авраам. И более того, можно жить как праведник, только веря, только исполняя заповеди Христовы. И вот именно в этом контексте он и ссылается на этот отрывок. Праведник верой жив будет. То есть, христианин будет жить верой во Христа. Конечно, когда апостол Павел говорит про веру, про христианство, он не имеет в виду то, что мы часто понимаем под верой, некий интеллектуальный выбор и все. Апостол Павел был человеком, который воспитан был в библейском учении. А в Библии нет такого противопоставления вера и дела. Если человек верующий, то он человек делающий. Если он делает, то понятно, что он верит. Потому что, если бы он не верил, он бы не делал бы. Поэтому, когда апостол Павел говорит о праведности от веры, то он имеет в виду того человека, который исполняет заповеди Христовы. И вот исполняя эти заповеди Христовы, он будет назван праведником и будет жить. То есть, апостол Павел берет вот этот отрывок, его переносит в другой контекст и наполняет еще одним смыслом, что не просто вера, но вера христианская. Мы с вами разобрали небольшой отрывок из книги пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на портале exeget.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.